Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Перевозкина Светлана Сергеевна. Я являюсь научным сотрудником этнографического комплекса Нижнетагильского музея-заповедника. Сегодня мы с вами познакомимся с одним из экспонатов Музея быта и ремесел горнозаводского населения. С физгармонией. Физгармония представляет собой язычковый клавишный музыкальный инструмент. И хотя она очень похожа на фортепиано и даже имеет фортепианную клавиатуру, никак нельзя путать два этих инструмента, которые относятся к разным семействам. Ведь звукоизвлечение у физгармонии происходит посредством колебания металлических язычков воздухом. Сам воздух нагнетается мехами, которые управляются педалями физгармонии. И исполнителю достаточно нажимать на эти педали, которые находятся внизу самого инструмента. Физгармония примечательна тем, что музыкант должен управлять ее руками, ногами, иногда даже коленями. Физгармония относится к классу аэрофонов. И ей родственны такие музыкальные инструменты, как аэрофон, мелофон, мелодиум, гармонию. Как правило, корпус физгармонии изготавливают из древесины. Физгармония имеет диапазон 5 октав, что позволяет играть на ней абсолютно любую музыку и даже импровизировать. Перед нами физгармония фирмы DW Carn & Co. Woodstock Company. Эта компания, Carn, была основана в 1867 году в Удстоке, Канада. И являлась, пожалуй, одной из самых крупнейших фабрик по производству фортепиано. В период до первой четверти 20 века было произведено более 25 тысяч фортепиано. Эти инструменты отличались особым качеством и пользовались большим спросом как среди любителей, так и среди профессиональных музыкантов. Физгармония берет свою историю в 19 веке. Но созданию этого инструмента предшествовал целый ряд событий. Все началось в 1784 году, когда органных дел мастер, чех по происхождению киршник, изобрел новый механизм звукоизвлечения, который назывался экспрессива. Согласно этому способу звукоизвлечения, звук можно было усилить или ослабить в зависимости от глубины нажатия клавиши. В 1810 году французский мастер Гринье данный механизм заложил в изобретение кабинетного органа, который получил название орган экспрессив. Это был прообраз современной физгармонии. Уже через 8 лет венским мастером Хеклем была изготовлена физгармония. Именно тогда впервые инструмент получил это название. И уже в последующем француз де Бен уменьшил размер физгармонии и снабдил ее уже привычной нам фортепианной клавиатурой. В 19-20 веках, как правило, физгармонию использовали для домашнего музицирования. На ней играли очень спокойную, размеренную музыку. Произведений, пьес для физгармонии было сочинено множество. Особый вклад выполнили так называемые салонные композиторы. Часто в то время физгармонию называли органом. Но это была большая ошибка, ведь орган является инструментом трубчатым духовым, а физгармония – языковым. К сожалению, уже с 30-х годов 20 века популярность физгармонии начинает стремительно угасать. Сейчас физгармонию, можно сказать, выпускают как штучный инструмент и приобретают его только истинные ценители. На этом у меня все. Если вы хотите больше узнать о физгармонии, приходите к нам в музей быта и ремесел горно-заводского населения. На этом у меня все. Всего доброго. До новых встреч.